Жители Чувашии продолжают помогать своим землякам, участникам специальной военной операции. Патриотический концерт «Своих не бросаем» объединил всех неравнодушных горожан, тех, кто поддерживает бойцов и их семьи. Поблагодарить защитников Отечества приехал и глава республики. Подробнее в следующем материале. Всем жителям Чувашии, признанным в ряды вооруженных сил России, очень важна наша с вами поддержка. «Своих не бросаем» – это больше, чем слоган. Марафон поддержки участников специальной военной операции только набирает обороты. С инициативой провести благотворительный концерт выступили творческие коллективы театров. В программе песни о родине и о том, как важно ее защищать. Олег Николаев отметил, что в тяжелые для всей страны времена именно благодаря патриотическому настрою удается приблизить победу. «Для каждого из нас понятие родины, отчизны связано с тем, что это нам дорого, нам ценно. И с верой, с верой в то, что нас ждут, нас ценят. И, конечно же, поддерживая наших ребят, делаем очень важную составляющую, вселяем им вот эту уверенность. Уверенность, на основе которого рождаются мужества и поступки». Глава региона вручил благодарности волонтерам и сотрудникам военкомата за организацию гуманитарных миссий участникам СВО. Среди зрителей благотворительного концерта было и немало участников специальной военной операции. Командир мотострелкового полка Владислав Матузас говорит, что поддержка жителей региона дает силы бойцам, особенно ценные подарки от души. «Вот если устанет тыл, нам будет, ну, вообще плохо. Мы получаем письма от детей, школьников с детских садов. Не так давно получили там и резиновые сапоги, носочки, там, вязанные руками чьей-то бабушке. Вот, и в каждом носке по шоколадке, по маленькой, а люди». С продажи билетов выручили порядка 800 тысяч рублей. Всю сумму перечислят на специальный счет Фонда развития Перле. Анна Центовская, Дмитрий Ковалев, Борис Андреев. Национальное телевидение Чувашия.